доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас в начале очередной новой торговой недели как вы видите я снова в строю соответственно перенимаю эстафету своих коллег которые как и обещал и надеюсь так и было освещали все основные события и не оставили вас без информации вот последние две недели поэтому сразу же хочу поблагодарить за лестный прием собственно за ваши положительные комментарии которые собственно я видел под теми брифингами которые проводили ребята из аналитического департамента большое спасибо за такое теплое приветствие что касается нашего сегодняшнего брифинга то поскольку пропустил я две недели с вашего позволения сегодня мы отойдем от нашего привычного сценария я пожалуй еще раз а про бегусь по основным событиям на прошлой неделе поскольку прошлая пятидневка стала для нас весьма интересной ведь именно на прошлой неделе у нас было два очень важных заседания фрс и банка японии которые разумеется как и всегда мы анализируем а через возможное влияние на динамику пара юзди иена она представляет для нас с точки зрения долгосрочных ожиданий возможно один из наибольших интересов поскольку мы с вами свято верим но знаю что многие точно в будущий рост американцев пока нам приходится снова занимать выжидательную позицию ждать когда же все таки фрс созреет на это долгожданное решение по ужесточению монетарной политики но время неумолимо движется вперед вот у нас уже скоро закрытие 2016 года я надеюсь мы с вами дождемся все таки еще одного шага который а предполагает нормализацию денежно-кредитной политики об этом мы сегодня также поговорим но в целом поскольку мы всегда с вами начинали с черного золота то динамики который показывал не давайте сейчас пробежимся в целом что мы видели по рынку нефти в ходе а прошлой недели я думаю что те трейдеры которые целенаправленно фокусируются на торговле этим активом прекрасно могли заметить то что бренд целым очень неплохо чувствовал себя а в рамках всей недели вот единственные серьезные потери он понес на заключительной торговой сессии и в пятницу тому были соответствующие фундаментальные предпосылки а вот рост который мы наблюдали в первой неделе его также можно было объяснить сначала ожиданиями запасов которые публиковались по версии api также по минэнерго но еще был и дополнительный фундамент частности если вы следили за информационным фоном я надеюсь то что ребята вам рассказывали про это венесуэла проявила активность в плане о поддержании идеи повышенного интереса вокруг заседания которую нас на повестке по сути вот уже предстоящих торговых сессии алжирская встреча где нефтедобывающие страны будут обсуждать возможность ограничения добычи нефти либо заморозки на тех уровнях которые уже достигнута венесуэла в начале прошлой недели сообщила о том что есть основа не полагать что договоренность будет достигнут я считаю то что эта позиция была не совсем правильно и может быть даже венесуэлу за это следует наказать поскольку комментарии были от самого что ни на есть влиятельного человека президента этого региона который сообщил о том что обладает информацией частности даже через закрытые переговоры которые были проведены с ираном о том что эти договоренности уже фактически включены в дорожную карту их останется только согласовать я думаю что это самое что ни на есть злоупотребление собственным положением полномочиями спекуляции на предстоящем событии и может быть какие-то меры наверное все таки стоит применить наверное венесуэле можно было быть все более консервативной таком подходе поскольку рынок сейчас крайне нервозен в отношении этой встречи и безусловно несмотря на все объективные наши ожидания того что никаких договоренностей не будет разумеется есть вероятность того что каким-то чудом стороны смогут там согласовать вот эту солидарную позицию единства мер потенциальных действий которые будут предполагать ограничение добычи но если говорить про ха прочий фундамент венесуэла была не единственным игроком а с точки зрения позитивных факторов которые поддерживали бучи ралли по рынку нефти были и другие это безусловно статистик как я уже отметил api минэнерго сша api у нас запасы а снизились на 7 4 миллиона это очень много что касается официальных данных минэнерго также спад снижение на 6 2 чуть поменьше чем папе но все равно эта статистика стала сигналом для трейдеров того что внутренний спрос остается повышенным и из-за таких высоких показателей по этой статистике ну в данном случае низких конечно же более правильно будет сказано есть возможность достижения балансового состояния между спросом и приложений хотя бы в отношении американской экономики который принципе сша является одним из самых основных игроков на всем рынке энерго ресурсов но это регулярная статистика мы за ней следим также регулярно она безусловно провоцирует локальную динамику зависимости от того отчета который мы видим по факту на сцене очень быстро менять поэтому стоит на этой неделе нам увидеть данные которые будут предполагать уже не снижение запасов а увеличение динамика будет совершенно иная и в целом за ростом последует уже коррекция если говорить про те уровни которые мы видели по бренду в ходе прошлой недели да мы начали неделю примерно с отметки 46 долларов за баррель потом на вот этом новостном фоне со стороны венесуэлы заявлениях потенциальных договоренностей со стороны ливии о том что новые бои столкновения могут быть чревато и срывом подставок это поддержала рынок статистика вот api и мин энергии в целом загнала бренда к локальному хаю который был показан отметки 48.76 но в целом конец недели оказался разручным для этого актива мы видели как медведи держали оборону и смогли в конце концов разбить вот эту бычью спесь с бычей динамики и вернуть актива более-менее оправданным уровнем то есть по сути мы видели кросс 46.64 это тот уровень которого в принципе бренд и а стартовал неделю сейчас актуальные котировки примерно на сопоставимых значениях я думаю что давление будет продолжаться почему же в пятницу мы увидели такое медвежье движение разгрузку актив причин также было несколько во первых это рынок ждала чур от бекер хаджес поскольку количество буровых у нас напрямую на предложение со стороны производителей сланцевых производителей сша то каждый раз когда мы получаем свидетельство статистическое по количеству платформ увеличения это позволяет нам говорить и рассчитывать на будущее увеличение производства данном случае количество платформ у нас выросло над веса 416 до 418 и это оказалось одним из факторов которые трейдеры использовали для того чтобы ослабить позиции нефтяного актива после этого трейдеры переключились на статистику данные которые появились все по объемам экспорта из саудовской аравии в частности по итогам прошлого месяца экспорт вырос на 200 тысяч баррелей в сутки до отметки 7 и 6 против прошлого показателя 7 и 4 но и самый важный момент фундаментального характера на который сейчас стоит обратить внимание особенно для трейдеров которые как раз специализируются на торговлю брендом и даблю тебя то что саудовская аравия буквально под закрытие прошлой недели сообщила о том что никаких договоренностей достигнута не будет но в частности лично саудовская аравия поддерживать их не собирается и считаю то что неформальная встреча это ключевое понятие поскольку именно неформальный подтекст а вот этих опять стоящих переговоров а он может быть решающим точки зрения того что в ходе таких встреч судьбоносных решений точно не рассматривают и не принимают поэтому если мы вспомним прошлый комментарий ирана который также отказывается поддерживать любые инициативы добавим сюда саудовская аравия который как мы предполагали будет по сути по стопам ирана ведь у них давно продолжается вот этот конфликт за экспансию долю на рынке и если таких инициатив такие инициативы не поддерживать со стороны городского государства то саудовская аравия также будет и дальше увеличивать производство рассматривать возможности для дополнительного экспорта ну и соответственно просто будет принимать участие в подобных переговорах но без каких либо судьбоносных и прорывных действий и решений поэтому ждем с вами алжирскую встречу как только мы ее переживем соответственно будем говорить уже о потенциальном аспаде может быть вот этого спекулятивного настроенческого характера что позволит нам снова вернуться больше к статистике рядовой регулярной мы к тому же закроем месяц снова посмотрим на объемы производства в рамках опека других регионов но что-то подсказывает мне что мы снова найдем на статистическую поддержку нашей идеи которая будет предполагать все-таки коррекцию бренда в район 45 долларов за баррель как минимум мы видим то что этот уровень по-прежнему монета актив и это хорошо поскольку трейдеры быки несмотря на присутствующие возможности вот этого настроенческого роста все-таки не смогли выжать из этого актива по максимуму и не смогли рвануть выше 50 долларов за баррель поэтому медвежий потенциал я надеюсь ближайшее время будет раскрыт и я также надеюсь то что вы сейчас объективно адекватно подходите к той ситуации как раскладывается на рынке энергоресурсов и также как я видите возможности для того чтобы актива все-таки больше с большей вероятностью с большей уверенностью распродавать рубль 64.02 здесь предлагаю в целом не останавливаться на текущие динамики и ситуация которая складывается на российском валютном рынке заседание центрального банка у нас миновало вы знаете ставку срезали скорректировали ровно до 10 процентов по словам набиулины ближайшее время ближайшее время это несколько квартал скорее всего новых изменений мы не увидим это в целом указывает на то что центральный банк россии так же как и мы считают что есть и весьма значительные риски того что нефть будет корректироваться если это случится тогда возможно центральному банку нужно будет действовать уже совершенно иным образом поскольку политическая тема связанная с выборами государственной думы у нас также уже миновало получается мы сейчас можем всецело дождаться пока налоговый период себя полностью отыграет и отработает в паре и везде раб но я думаю что уже к закрытию концу этой недели и уж точно на следующий мы начнем как и ожидали вот этого осеннего периода девальвации постепенно смещаться в район как минимум 66 и выше против доллара поэтому сейчас нам остается только ждать мы с вами долго ждали сейчас остается только недельку по сути я надеюсь то что 65 это уже уровень который не за горами 66 67 и наша ближайшая цель 68 соответственно рублей против американцев что касается других а валютных активов евро против доллара давайте а в целом сейчас поговорим про динамику главного валютного риска и может быть даже здесь стоит провести параллели сразу с парой доллар японской иены и привязать в принципе поведение этих активов к двум событий точнее сейчас пока мы говорим про доллар к заседанию на ферекс когда переключимся уже на и но будем говорить уже и про заседание банка японии как вы знаете это два ключевых события прошлой недели волатильность этим было значительно она то увеличилась то оснижалась и полностью формировалась и рыночными настроениями статистикой публикациями слухами ожиданиями которые появлялись на рынке объективности ради стоит также отметить что вероятность того что в сентябре фрс бы поднял процентную ставку была очень низко меньше 15 процентов это даже сказал меньше десяти процентов ну потому что все прекрасно понимать что сейчас на повестке уже очень серьезный ньюсмейкеры это выборы а в сша уже в самом начале ноября перед этим событием наверное с точки зрения каких-то корректив уж точно ужесточение монетарной ситуации рынке не хотелось бы лихорадить может быть такой позиции руководства с фрс пока текущем этапе но в целом если говорить уже про а сама заседание американского регулятора я уже отметил по ожиданию процентных ставок она миновала и на расстановка сил позиционирования в целом не изменилась вот по фьючерсным оценкам контрактам по повышению процентной ставки как было вот к примеру 60 процентов на декабрь до заседания это вот так принципе сейчас на вероятность это и находится на этом уровне я считаю что если статистика дальше будет улучшаться то вероятность будет расти и самое важное если уже вернуться давайте тезисно разберем заседание фрс что мы услышали по тезисам ставку как вы помните сохранили на прежнем уровне 0,5 процента что касается тезисов инфекционные ожидания остаются на довольно на высоком уровне фрс приняли решение пока не спешить поскольку постепенное повышение процентная ставка является более уместным и что важно сохранение ставки на прежнем уровне совершенно никак не отражает уверенности или отсутствие уверенности в перспективах экономического роста то есть принципе фрс может быть и допускает какие-то риски но пока не хочет говорить во всеуслышание об этом поэтому дал четко нам понять что именно сейчас выжидательная позиция является более подходящей поскольку лучше подождать обновленные данные по тому же самому рынку недвижимости по рынку труда миновать и ноябрьские выборы уже совершенно как бы новым потенциалом фундаментального ввода подойти к декабрьскому уседанию по тезисам самого фрс ничего интересного мы не услышали после этого состоялась пресс-конференция руководителя фрс джанет елин вот здесь уже было сказано много на мой взгляд интересного если также опять конкретно говорить самые интересные ответы на вопросы которые дала джанет елин то что большинство сейчас голосующих членов склоняется за одно повышение процентной ставки джанет елин подчеркнула что она лично отдаст свой голос за повышение процентной ставки если на рынке труда не возникли никаких шоков вот в оставшиеся три-четыре месяца этого года и еще один важный нюанс может быть даже самый важный комментарий который был сделан со стороны председателя американского регулятора то что решение будущее они не предопределены заранее и то что вы знаете до декабря еще будет ноябрьское заседание вполне возможно что то может произойти и в ходе ноябрьского заседания фрс продолжит следить за статистикой и если макроэкономический фонд будет дальше сигнализировать в пользу восстановление американской экономики ну или по крайней мере указывать на то что сша держится особняком сохраняя это прежний импульс ну и чувствует себя среди разных рынков действительно лучше чем может быть даже наилучшим образом тогда у нас будет а повод а дальше спекулировать на сроках ужесточения монетарной политики и ставить на то что доллар все таки должен стоить больше и расти особенно против японской и чтобы далеко не отходить от опять же заседания фрс для контраста сразу давайте разберем заседание банка японии как вы знаете перед заседанием банка японии мы склоняемся пользуя того что америка японский регулятор все-таки выполнить те обещания которые были даны рынком даже в джексон холле вы помните курада который возглавляет банк японии говорил о том что готов и дальше снижать ставки по депозитам я почему-то был абсолютно уверен в том что в этот раз банк японии будет нивелировать все угрозы со стороны провокации обвинений к стран казначейства сша и все-таки будет руководствоваться целесообразностью и экономической необходимости смягчения режима внутри экономики пойдет на снижение процентной ставки поскольку три с половиной года количественного и качественного смягчения прежних стимулов их явно недостаточно чтобы разогнать индекс потребительских цен и покончить с рисками дефляции которые по-прежнему актуальны посмотрите на общий показатель потребительских цен общий показатель инфляции в регионе 0,3 процента в принципе уже четвертый месяц подряд это крайне низкое значение и вот никак не удается его поднятие выше и хотя бы приблизить к промежуточной планке от цели от цели 2 процента еще очень далеко но хотя бы до 1 процента но никак и единственная возможность решить эту проблему конечно же новые экономические стимуны как бы может быть не боязно было бы их рассматривать и применять но без них обойтись будет очень трудно но в то же время хочу отметить что банк японии оставил ставку по депозитам на прежнем уровне минус 0,1 процента но все-таки проявила решительность сообщил о том что теперь будет таргетировать доходность японских облигаций национальных десятилеток и фиксировал доходность на уровне 0 здесь чтобы вы прекрасно понимали что это означает для рынка позитивных моментов несколько ну во первых то что доходность зафиксирована на 0 это значит то что трейдеры которые и инвесторы будут в этих бумагах уже не потеряют поскольку доходность гарантирована во вторых фиксирование доходности по среднесрочным облигациям по сути навязывает положительный потенциал для уже долгосрочных бумаг а это позитивный момент для а строковых компаний для пенсионных фондов у которых активы как раз в этих бумагах и активы которые имеют долгосрочное обязательство по исполнению то есть и если на положительной территории будут держаться доходности по среднесрочным бумагам долгосрочным с большей вероятностью тоже я хочу отметить то что в истории уже были прецеденты подобного формата если мне не изменяет память а в сороковых годах сша предпринял подобную практику также на таргетировал зафиксировал доходность по по моему даже двухлетним облигациям или тоже десятилеткам чтобы не вводить вас в заблуждение в зон давайте скажу просто по облигациям и это было необходимо чтобы поддержать спрос на эти бумаги поскольку сша знаете сороковых по 50-х годы ходил затяжной период массовых военных конфликтов им нужно было финансировать соответственно свои расходы и в целом такой шаг со стороны американского регулятора он оказал положительное влияние на ситуацию на долговом рынке и в целом поддержал экономику может быть подобный шаг сейчас будет расцениваться как позитивный стимул для японии но то что сейчас пара все уже практически непосредственной близости юстиена от отметки х 100 183 на азиатской торговой сессии это не не очень-то настраивает на позитивный лад я надеюсь то что этот шаг со стороны японского регулятора все таки будет больше воспринят как а позитивный сигнал который принесет свои плоды на перспективу но сейчас может даже поспособствовать постепенному росту инфляции через увеличение денежной массы если это а будет именно так тогда нам японскую валюту стоит распродавать но мы сейчас анализируем также и отчеты коммитментов трейдс видим то что трейдеры не очень в слабую японскую валюту даже больше ставит на ее роста но пока держится поддержка 100 иен за доллар я считаю то что нам особо расстраиваться не стоит но вы помните я говорил что если пара уйдет ниже отметки 101 тогда лучше покинуть конечно же этот дуэт валютных активов и подождать если вы это сделали все правильно поскольку мы можем сходить с новой до отметки 100 иен за доллар может даже просядем еще ниже нам нужно сейчас подождать я даже не хочу говорить о том что давайте действится отметки 101 5 101 и 2 давайте сейчас просто последим за новостным фоном посмотрим за будущими комментариями руководство банка японии посмотрим за доходностью американских бумаг в контрасте с японскими облигациями и если мы найдем поводы и основания для покупки доллара против иены если мы получим сигнал того что американское монетарное руководство все-таки поднимет ставку до конца этого года тогда будем покупать и везде у нас есть возможность с вами сейчас 3 часа каждый день как это было раньше поэтому если что-то изменится если я найду соответствующую форму я соответственно первым буду рекомендовать вам снова вернуться покупки доллара против иены сейчас как я уже отметил у нас котировки 183 мы видели как конец прошлой недели доллар в принципе закрыл неплохо поддержали данные по заявкам на пособие по безработице а в целом отчет 252 тысячи против прошлого 250 260 тысяч на самом деле если бы по факту этой статистики мы увидели значение ниже 250 тысяч у нас был бы с вами повод говорить о том что этот релиз оказался бы самым лучшим за последние 40 лет но 250 2000 это также а шоколада индекс цен на жилье также вырос на целых а три десятых процента положительной территории сегодня у нас а на повестке также статистика по американскому рынку недвижимости если мы увидим хорошую цифру я надеюсь то что доллар основу восприятия духом и сможет оказаться выше 101 иены против соответственно пара сможет оказаться выше отметки 101 но чтобы торговать и а пока через длинные позиции нужно я уже отметил подождать давайте именно это и сделаем европейская валюта против доллара 1 12 28 сейчас котировки на прошлой неделе мы видели как евро воспользовался слабостью на доллар и очень неплохо поскольку именно слабость американской валюты выступила причиной повышенного спроса на рисковые инструменты в частности евро забрался так высоко но что касается статистики она была снова плохая это индекс цен производителей который вышел во вторник а а спад как месячным так и в годовом выражении минус она целых одна десятая процента в месячном годовом минус 16 и вот данные по активности в сфере услуг которые были опубликованы в пятницу здесь также спад у нас в целом пятьдесят и шесть пятьдесят одного семи по германии по всему валютному блока по еврозоне пятьдесят два и один с пятидесяти двух и восьми в целом эта статистика которая указывает на сохраняющиеся риски для роста всего валютного блока указывают на слабости еврозоны которые мы с вами говорили указывают на то что единственной причиной которые сейчас можно оправдать рост евро это слабый и не пользующий спросом доллар но это на мой взгляд уже совсем временная тенденция потому что как я уже отметил мы уже постепенно с вами замыкаем 2016 год и уверен то что дождемся хотя бы одного решения по повышению процентной ставки если ссылаться опять же на многие инвестиционные банки в частности мы с вами традиционно обращаем внимание на морган стенды на винки борьба они по-прежнему указывают на то что этот вот пара евро доллара будет завершён ниже отметки 1 10 с учетом текущих уровней на мой взгляд прекрасная возможность занимать короткие позиции в расчете на ослабление главного валютного риска что касается сегодняшней торговой сессии то у нас на повестке предстоящих дней выступления точнее предстоящего дня выступление драги она состоится сегодня 18.05 по московскому времени обязательно стоит за ним последить но если у вас не будет возможности ничего страшного я думаю что рынок результаты расскажет вам об итогах этого заседания но что касается непосредственных самих формулировок я об этом вам обязательно расскажу в ходе нашего завтрашнего брифинга также хотела приближаться еще по другим валютным парам которые на мой взгляд поближе интересный фунт против доллара вы помните что мы с вами никак не верили в то что этот актив будет расти и правильно делали потому что фонд распродают сейчас актуальные котировки 1 29 73 и я думаю что это только опять же начал поскольку у нас цель остается прежней 1 28 если вы не поторопились с занятием коротких позиций делать это сейчас потому что мы продолжаем обсуждать тему с выходом англии состава европейского союза и в частности если вы посмотрите на торговую сессию пятницы вы сможете видеть то что фонд оказался под давлением и это давление было связано с комментариями собственно бориса джонсона который сейчас по моему ослабляет министерство иностранных дел англии о том что инициирование 50 статьи который в принципе и должно стать настоящим полноценным стартом такого же полноценного выхода англии состава европейского союза затягивается до семнадцатого года то есть у нас с вами впереди очень большой промежуток времени колоссальной неопределенности которая будет уверен неблагоприятным образом влиять на динамику фунта исходя из среднесрочных ожиданий я призываю вас к тому что фунта по-прежнему остается аутсайдером его нужно рассматривать только в такой роли и такой статус предполагает возможность его ослабления советую вам не упускать а такого новостного фона и уже сейчас мать оправданные и на мой взгляд долгосрочно выгодные сделки которые направлены на продажу фунта против американца из других активов новозеландец против доллара на прошлой неделе ставку сохранили на прежнем уровне два процента но вот был сделан очень важный комментарий о колоссальных переоцененности новозеландской валюты принципе мы слышим о них каждый раз когда резервный банк новозеландии заседает но сейчас они оказали уж очень значительное влияние на новозеландскую валюту минус 150 пунктов пара потеряла против доллара а с локальных айл в прошлой неделе сейчас торгуется на отметке 07 241 я думаю что это давленческий характер сохранится и дальше мы с вами пойдем уже на уровень 070 юсдк также интересная валютная пара я думаю что канадца мы с вами уж точно можем на уже занести категорию дружеских и наших любимых инструментов и активов потому что с начала этого года у нас было как минимум четыре возможности чтобы добраться с очень низких уровней ниже отметки 1.30 до сопротивления 1.32 и вот мы видели как на прошлой неделе снова эта планка была протестирована локальный хайл составил даже 1.3250 я надеюсь вы снова смогли заработать не одну сотню пунктов сейчас актив у нас торгуется на уровне 0 точнее 1.3159 мы видим то что после того как пара юсдк от отскочила в районе 1.30 снова стали активно покупать потому что знают что канадец является очень переоцененным инструментом исходя из ожидания ослабления нефти и той новостной картины которая сейчас складывается в отношении канадской экономики на прошлой неделе а в ходе выступления полза который возглавляет банк канады стало ясно то что он крайне недоволен текущей экономической ситуации перспективами экономического роста и рассматривает возможность еще одного снижения процентной ставки и вероятность такого шага серьезно возросла после того как в пятницу мы получили данные по ручным продажам и индексу потребительских цен частности банка канады прежде всего сейчас отталкивается от крайне низких инфляционных ожиданий когда показатель в годовом выражении был на уровне 1.3 процента мы с вами говорили о том что это крайне низкое значение которое предсохранение уж точно вынудит банк канады на снижение ставки по итогам на прошлого месяца годовой показатель снизился до 1 и 1 процента я думаю что продолжить снижаться и от дальше ровничные продажи минус 01 здесь мы видим продолжение спада что повлияет уже на такую же удручающую партию картину по экономическому восстановлению канады то есть по итогам соответственно этого месяца у нас уже будут еще более худшие более плохие цифры по экономическому росту полу п чем мы наблюдали месяцем ранее поэтому юсдкат мы снова с вами доберемся до уровня 1.32 может быть даже снова окажемся выше но поскольку до уровня 1.32 остается совсем чуть-чуть я предлагаю вам пока не замахиваться на более высокие ценовые ориентиры давайте исходить пока из вот этих краткосрочных ожиданий 1.32 как только в очередной раз протестируем это сопротивление выйдем из этой валютной пары поставим сторонки и снова проанализируем тот новостной фонд который будет складываться в отношении пары юсдк поэтому 1.32 это ближайшая цель ну и что касается других инструментов строительства этого доллара здесь пока без изменений протоколы до вышли на прошлой неделе но они указали нам только на то что экономическая политика будет и дальше оставаться мягкой но лучше что-то распространиться пока не особенно торопится с распродажей опять же видимо пользуется поддержкой слабого доллара но как я уже отметил в любой момент ситуация может резко измениться из важных событий сегодняшней торговой сессии в 11.00 у нас ифа фактически через один час это бизнес оптимизм по германии посмотрим что думают немецкие промышленники по перспективам экономического роста и благополучия собственно всего промышленного сектора я думаю что это мы увидим хорошие цифры что в целом только добавит негатива в отношении национального фундамента вокруг еврозоны но фактических цифрах мы поговорим уже с вами на завтра в 12.30 выступление руководителя национального банка швейцарии джордана послушаем что он скажет пара юсдк с висе на текущий момент торгуется на отметке 0.97 это очень скажем низкие значения и швейцарская валюта должна быть более дешевле совершенно очевидно полагаю что сегодня джордан как раз воспользуется правом голоса и может быть порадует тех трейдеров которые сейчас делают ставку на ослабление швейцарца что может стать причиной ухода пары юсдк с висе в район 0.98 как минимум и 1805 выступление драки также следим за этим событием и следим за поведением евро понимая то что европейскую валюту в любой момент и прямо сейчас можно уже распродавать с расчетом возвращения правильной поддержки 1.10 собственно на этом все еще раз напоминаю для тех кто забыл что сегодня у нас традиционно по расписанию состоится вебинар в 16.30 по московскому времени если есть возможность обязательно его посетите мы еще раз подробно разберем новостной фонд прошлой недели посмотрим на события которые на повестке этой пятидневки но и поставим опять же недельные ценовые ориентиры также повторяю что я снова в обойме снова в строю теперь брифинги провожу я вопросы комментарии милости прошу под брифингами не забывайте про то что у вас есть возможность подписываться на наш канал на ютюбе просматривайте видео контент если вы пропустили там это для тех кто не подключается а через перископ прямом эфире напоминаю что в прямом эфире мы каждый день в 9.30 по московскому времени на этом все рад был вас всех видеть уважаемые друзья ну и соответственно на следующий раз мы с вами встретимся уже сегодня в 16.30 по москве на вебинаре правильный понедельник на этом все всего доброго до свидания